Доброго времени суток. И должна рассказать, включите сразу скорость в 2, потому что я еще очень слаба и буду говорить медленно, поэтому лучше будет удобнее для вас. Итак, 30 июня я взяла автобус, у меня было заседание в трибунале в Норо, и я выехала из своего города, и там в другом городе была пересадка, то есть менять просто автобус, все пересаживаются на другой и едут дальше. Пересадка прошла нормально, я еще нормально держалась на ногах, все, то есть вышла из автобуса нормально, и села в этот автобус и до Норо за час. Ребята, и за час, то я, во-первых, тип очень мрачного, очень странного тюремного внешнего вида совершенно крутился. Он крутил свою трубку, которую не трубку, а сигарету, которую вот эту, да, и смотрел на меня такой, в общем, иуда, улыбался иудской улыбкой. Вот, и когда я пересела, чтобы не видеть его, там, пересела вперед, он еще сказал, какая, ну, в общем, я забыла это слово. В общем, что я много думаю, что типа того наоборот, что я себе придумываю вот по поводу его, поэтому я пересела, мол, типа того. Вот, но в это время у меня уже, уже сразу пошел этот газ, потом, при том, он, этот газ боевого, по-моему, нервно-политического, паралитического однозначно действия, потому как я просто даже глаза были закрыты, и я сидела и говорила, уже холодно, 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 меня уже трясло. И то есть за какой-то час поездки я вышла из автобуса, уже никакая совершенно слабость, тотальная, общая совершенно никакая. Я дошла до аптеки, у меня там 38,5 температура и давление 50 на 70, 53 на 74, вот как точно. Вот, представляете, за час времени зайти, человек зашел в автобус совершенно здоровый, и вышел, уже, вышла уже 38,5 температура, отравлена совершенно, у меня глаза, зрение упало. Это, это, это вообще, оно, оно вообще боевого, вообще боевого, это военное, в мирное время, против домохозяйки используются газы боевого действия. Ведь лишь для того, чтобы я не пришла в трибунал, в эту, на заседание, чтобы, потому что там перпс, столкер, да, тот, который отравил, травил мои продукты, украл челула, украл телефон, украл компьютер, сжег, думаю, что, естественно, потом, потому что он угрожал, сжег мою машину, этот должен был говорить. И я должна была задавать вопросы, чтобы я не запретить мне прийти в трибунал, вот что было сделано. И это 500 метров, которые я даже не сообразила взять машину или что-то, короче, шла эти 500 метров до трибунала, я два часа, два часа я все-таки дошла до этого трибунала, вот, и смогла, смогла передать документы, которые говорят много об обратном. Им полностью не удалось, но я была вообще никакая, просто дрожание во всем теле, какие последствия этого отравления, это зрение упало вообще ужасно, зрение просто ничего, где я нормально читала, теперь я не могу читать, расстройство кишечника совершенно, горло, воспаление горла, кашель жуткий, и голос, голос вообще сел, и хрипы, хрипы в легких очень сильные. Вот, вот что произошло за час какой-то времени, вот что делают. Я сразу вспомнила Катрид Хортон, когда, когда она не смогла дойти до суда, в Англии, да, в Лондоне, да, ей не дали дойти, вот так же мне отравили, совершенно отравили меня, сейчас уже прошло шесть дней, и я еще ведь только доехала, чтобы закарикарить телефон в Макдональдс, потому как вообще из дома не могу выйти, сил нет, это я шесть дней болею, вот, сил никаких, вообще сразу задыхаюсь, слабость, это какого же газа нервно-политического действия было, знающие, скажите, какой газ может быть был, вот, это, это, это просто предел всему. Вот так-то. Всем пока. Да, добавить могу, что, в общем, участвуют водители международных автобусов, уже я много раз подтверждала, другой раз меня просто вырывало, чуть ли не я рвать шла, вот, вышла из автобуса, вот, такая ария была, тоже отравляющая, вот, вот, ну, я вышла, отдышалась, и никаких последствий не было. Сейчас же меня вывели из здорового образа жизни за шесть дней, и это еще не все, я не могу чувствовать себя, я не могу еще ничего делать абсолютно, вот. Вот, и участвуют водители международных автобусов, при том, вы знаете, что почему-то водитель, вот, который после пересядки, не рейсовый был водитель, да, а новый совершенно водитель, он даже дорогу не знал, он не знал, где бы ворачивать, там, разворачивать, выбирать, куда выход, куда в городе, какой выход, на севере, на юге, в общем-то, вот, и тыкался, и не знал, то есть даже водитель себя, да, якобы подстраховали все, которые рейсовые, и поставили новичка, который наверняка куда-нибудь его задели, куда-нибудь его, там, погнали. Потом эта криминальная личность, которая была там, ну, лицо просто, да, у него тюрьма, из тюрьмы, для тюрьмы, просто такое небритое, ужасное чёрное лицо, и ужасный тип этот такой, вот. Да, температура 39, держалась просто 4 дня, 4, вот, 38,5-39. А потом у меня градусник, я забыла про него, и разбился он у меня, выпал с руки, встала, вот, и сейчас нет градусника. Напишите, что за газ, ну, это однозначно боевого действия.